Витаю! В этом видео мы экспортируем сетку конечных элементов из FreeCAD MKE PK Lira Sapper. Начнем с конечных элементов пластин. Вот наша 3D-модель произвольной формы. Переходим в верстак генератор сеток Mesh Design. Выделяем 3D-модель. Нажимаем создать сеть. Выбираем подходящий генератор сеток. Выставляем желаемую плотной сетке. И создаем сеть. Вот наша сеть. Теперь ее нужно экспортировать в формат STL. Вот он, STL Mesh. Не забываем написать расширение. Нажимаем сохранить. С объемными конечными элементами мы поступим несколько иначе. Переходим в MKE. Инидируем сетку конечных элементов. Далее ее нужно экспортировать в формат UNV. Вот формат и сеток UNV. Далее эту сетку нужно пересохранить в понятный для риры формат MSH. Это можно сделать при помощи встроенного по фрикад генератора сеток GMSH. Графический интерфейс генератора сетки можно найти в папке с фрикадом под папки BIM. Вот он, GMSH. Запускаем его. Открываем сетку конечных элементов. Вот она. И экспортируем формат MSH. Версию нужно выбрать вторую ANSI. Нажимаем ОК. Теперь переходим в LeraSapper. У меня это 2016 некоммерческая версия. Кнопка IMPORT здесь заблокирована. Но, к счастью, функция IMPORT заблокирована не до конца. Если у вас коммерческая версия, вы можете нажать кнопку IMPORT. Я же это сделаю через диалог Открыть. Нажимаем Показать все файлы. И открываем сетку из конечных элементов пласти. Вот наша произвольная геометрия. Из конечных элементов – оболочек. Тут нужно учесть разницу в импорте единиц измерения. В Африкаде сетка в миллиметрах, а Вира ее импортируют в метрах. Видите, тут 56 метров. Поэтому перед использованием сетку нужно отмасштабировать. Но меньше трех тысяч раз. Теперь масштаб соответствует заявленному. То же самое сделаем и с объемными конечными элементами. Вот наша 3D-модель из объемных конечных элементов. Тут помимо масштабирования Другая особенность. Ребра импортировались как стержни, а грани – как пластины. Поэтому нужно почистить сетку конечных элементов, удалив лишние стержни, удалив лишние пластины, и оставив только объемные конечные элементы. Это у нас четырехвершинные пирамидки. И напоследок. Скорее всего, при первой попытке импортировать сетку вы столкнетесь с вот такой вот ошибкой. Она связана с багом, который присутствует во всех версиях 64-разрядной лиры ниже 2021-й версии. Его можно обойти достаточно просто, запустив 32-разрядную версию программы. 32-разрядная версия лиры находится в папке, куда установлена лира, под папки BIN. Вот она. 64-разрядная версия запускается из папки x64. Поэтому нам нужно просто clear.exe в папке BIN. Запускаем ее. И можем тогда импортировать сетку. На этом все. Дякую за увагу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...